Вы думали, я пропущу этот трек? Серьезно. Всем башкирский West Coast, пацаны. В первую очередь сегодня у нас Слава Мерлоу и затем Памп и Моргенштерн. Наш темп на сегодня 174 удара в минуту. И добавим самое интересное. Это наш главный синт GMS. В нем мы открываем пресеты и нам нужен West Coast Style Lead и Set Machines. Нужно сразу полностью убрать реверб, убавить noise. И тут есть такая штука. Уже никому не нужны эффекты с тиктока. Мы его замедляем и убавляем его воздействие до 20 примерно процентов. Теперь закинем его на микшер и накинем на него сосиску. В оригинале звук немножко испорченный. Мы сейчас его тоже подпортим, но тот способ, каким я это сделаю, просто мое предположение. Открываем Piano Roll, ставим нотку G2. Этот паттерн ставим в плейлист, выделяем Ctrl-Alt-C, чтобы превратить его в вавку. Зачем, спросите вы, сейчас покажу. Теперь эту вавку открываем с помощью Эдисона. И вот тут есть такие луп-полосочки, красненькие видите, и обязательно вот этот магнитик должен быть включен. Эти полосочки куда-нибудь переставляем. Так, нам нужно сделать бесконечный звук. Включаем зацикленное воспроизведение. Пока у нас не отвалились уши, нужно расставить полоски так, чтобы при начале каждого нового цикла не было щелчков. Закидываем обратно в Channel Rack этот звук. Теперь у нас есть бесконечный вот такой вот очень-очень низкий звучок. Открываем его настройки. Здесь правой кнопкой мышки тыкаем на G2, потому что это именно та нота, которую мы засамплировали. Теперь нам нужно ее здесь указать. Заходим в его веселенькие настройки. EQ откручиваем полностью. Boost где-нибудь наполовинку включаем. И включаем клип. Теперь чтобы такие уэу-уэу слайды были примерно как в West Coast. Включаем порт эмона и слайд давайте больше половины. Идеально. Вот мы получили тот звук, который нам нужен. И теперь нам нужно снова отправить его на микшер, чтобы сделать его еще немножко более испорченным. Вообще в этом треке есть несколько интересных вещей. Но вот основные, которые мы сейчас будем делать, это мелодия, бас, ударные. А вот вступление и прочее мы сделаем ближе к концу видео. Так что если вам это интересно, смотрите до конца. И вообще на этой неделе целая гора крутых релизов. Только Кезару, Арни, Сплатины и там Фьючер и так далее. Вот напишите, что вам понравилось из того, что вышло на этой неделе больше всего. Или что вам интересно больше всего. Ну я как бы для себя уже примерно определил, что я буду дальше снимать в разборы. Но если у вас есть какие-то интересные предложения, то я к ним обязательно прислушаюсь. Так что welcome в комменты. Тем временем мы накинем на наш основной звук еще одну сосиску. Color. До 15% Fatness. Чуть-чуть совсем. И теперь нам нужно добавить RC20. Чтобы этот звук еще капельку подпортить. Нойзи отключаем воблу. Оставляем Distort. Переключаем на Air. Офлюкс. Флюкс это что-то типа рандомности. Магнетик вот так. То, что нужно. Тони плюс. То, что нужно. Супер-мега кривой косой звук. Если что, еще подправим. А мелодия звучит что-то типа... Вот так. И, собственно... Ctrl-B. Давайте все звуки, кроме последнего с Alt-ом, немножко продлим. Нужно поднять его еще на октаву вверх. И... Переходим к басу. В первую очередь настроим ему Envelope. Теперь заходим снова в веселенькие настройки. Включаем клип. EQ на минимум. Boost. Нормально. И бас будет примерно такой... Пом-пом-пом-пом-пом. Тан-тан, да. И отправляем его тоже на какой-нибудь соседний канал микшера. И вот этот звук немножко убавим. Кик. В первую очередь давайте его еще подбустим немного. Boost. EQ. Типа... Да. Кик играет довольно редко на протяжении всего трека. Теперь давайте хай-хет. Вот наш основной хет. И он звучит как-то так. Переключаемся теперь на одну-вторую. Здесь жмем Ctrl-U. И делаем такое довольно странное ускорение. Ускорение получается немного сбитым. В этом весь его прикол. Теперь правую кнопку мышки тянем громкость. Вот так вот. Ctrl-B. Ctrl-B. И теперь... Ебойность. Ебойность. Как я мог про нее забыть? Shift крутим вот примерно вот так. Выделяем наверху просто. И нажимаем Ctrl-B. От второго клэпа прирост очень небольшой. Но вот в первом нам нужно тоже сделать небольшую настройку. EQ немножко направо. Чтобы он стал более плотненьким. И чуть-чуть буста. Теперь выделим все Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Сюда жмем. Стрелочка Split by Channel. И разбросаем все это по плейлисту. И теперь мы будем делать второй паттерн. Для этого нам нужно сделать копию баса. Make Unique Bass. В нем мы сделаем паттерн проще. Вот. Теперь берем мелодию. Тоже Make Unique. И просто опускаем ее на октаву вниз. Ctrl-Стрелка вниз. Еще там есть второй паттерн хай-хета. Он играет очень редко. Но все равно мы его создадим так, что Make Unique паттерн хай-хета. У меня тут для этого специально есть второй хет. Переключаемся на одну треть. И вот так. И дублируем. И все. А скачать этот проект можно будет у меня в Инстаграме. Как только это видео наберет, 2033 лайка. Вот так вот на 11 больше, чем в прошлый раз. Ссылка на мою инсту есть в описании. Так что можете перейти по ней. Посмотреть, какие видосы я снимаю для Инстаграма. Если вам понравится, то можете подписаться. Я уж точно против не буду. Так что ставьте лайк, если нравится это видео. И очень скоро я уже выложу проект. Давайте сделаем быстренькую обработку хетов, клэпов всего вместе. Обработаем их вместе. Road to this track on для групповой канал. И повесим сюда опять же капельку сосиски. Капелька сосиски. Вот как-то так. И озон и майджер. Айзотоп озон и майджер. Стереоайз включаем. Как-то вот так настраиваем. Верхний бенд двигаем до упора наверх. И вот как-то так. Основное расширение делаем вот на этом красненьком бенде. Можно еще декапитатор повесить на бас. И повесить на него также эквалайзер. Переключаем здесь на Natural Face. Вырезаем в районе 300 Гц капельку и получаем. И еще, еще не стоит забывать о том, что можно сделать с кика сайдчейн. То есть выбираем канал кика, правой кнопкой мышки. На канал нашего инструмента тыкаем здесь. Выбираем сайдчейн, то есть трек. И повторяем то же самое для баса. На наш основной инструмент вешаем фрутилимитер. Переключаем его в режим компрессора. Правой кнопкой мышки на сайдчейн. Выбираем кик. Трэш-холд наполовину. Рейш до конца. Потому что мы нормальные пацаны. Повторим ту же самую процедуру для баса. Мне кажется, что для этого трека самое главное сочетание это вот бас и основной звук. Чтобы по громкости бас немножечко перекрывал основной звук. И он как бы был немного на заднем плане. И под это все остальное мы сейчас выведем все остальные звуки по громкости. Теперь давайте, наверное, пропишем вступление. Снова Make Unique Pattern с мелодией. Так, это удаляем. Оставим только первую нотку. Там как-то так играется. Вот так звучит мелодия для вступления. Еще для вступления я подготовил вот такой драмбрейк. И он отличается от того, что был в оригинале. Потому что я не знаю, какой там драмбрейк. Может быть, они сами прописали такой. Тоже весткоустовский бумбеповый драмлуп. Но я возьму драмбрейк. Делим его пополам. И давайте его немножко подстроим. Хотя, по фигу, не буду я ничего подстраивать. И так звучит очень неплохо. Единственное, там где звучит кик в драмбрейке, я хочу подкинуть наш основной кик. Чтобы пожирнее звучало. Он будет отправлен на тот же самый пятый канал. Готово. И драмбрейк тоже отправим на какой-нибудь, давайте, двенадцатый канал микшера. И можно на него повесить какой-нибудь супер VHS. Включим Magic. Микс убавим. Добавим немножко хита. И в конце у нас все обрывается. Вот это удаляем. И у нас есть секретное оружие. Скрэч. Уфимский весткоуст. Так, вот эти два можно убрать. И еще пу-пу-пум там есть. Да, я знаю, это мелочь, которая вам неинтересна. Но все-таки добавлю пустой паттерн. И этот ту-ту-тун будет делать вот этот том. Нормально. Еще там во вступлении есть вот такой басец. Пропишем этот басец по кику. И направим этот бас на тот же двенадцатый канал, где у нас лежит этот драмбрейк. В нем, конечно, такая гора реверов. Можно зайти в DS Drum Shaper. Это уже чисто опция. Мне уже просто так хочется. Добавим атаки, убавим сустейна до конца. Так лучше звучит, по-моему. Потом вступает основной паттерн. Он обрывается вот так. В конце играет. Здесь у нас еще будет кик в конце. Пудум делать переход на следующую часть. А следующая часть, это уже более низкая часть. Потом идет вот такой вот разгон. Вместо вот второго паттерна баса снова возвращается первый. Еще в этом разгоне у нас участвуют, конечно же, скретчи. Но еще на основной звучок можно повесить маленький эквалайзер в виде Pro Q3. В районе этого дикого одного килогерца сделать динамику Q. И естественно, и естественно, и естественно, самое главное это озон. И на озоне все в целом как обычно. Максимайзер настроил сам. На динамику Q Low End Control чуть-чуть убавил. Все остальные пресеты подписаны на экране. И я предлагаю вам прямо сейчас оценить ебойность этого трека в комментариях. И вообще, насколько я попал в вайп оригинального бита. И как обычно, перед тем, как мы послушаем биток. Напоминаю, что у меня есть большой полноценный видеокурс по битмекингу от А до Я в стиле новой школы и трэпа, который в том числе подойдет и новичкам. Стоит он 3290 рублей. Узнать в нем подробнее и заказать его можно у меня. Ссылка на меня есть в описании. Написать мне можно как в директ в инстаграме, так и вконтакте. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если вам понравилось это видео, показалось вам интересным, полезным или просто веселеньким, не знаю, то можете поставить заслуженный лайк. А если было неинтересно, бесполезно, вообще какая-то ерунда, ну ставьте дизлайк. Чего поделать-то? И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого ткните на название канала или просто дождитесь конца видео. И с вами был Стас. Пока. Как всегда, увидимся в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...